Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Лариса Шалафаст. Все самое важное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Без дружеских объятий, в масках и перчатках. Самарские выпускники получили аттестаты о среднем образовании. В Самаре скоро откроется новый приют для временного содержания животных. Ход строительных работ оценила глава города Елена Лапушкина. В Самарской области растет число пострадавших от укусов клещей. Как сделать отдых на природе безопасным? На минувшей неделе выпускники самарских школ получили аттестаты о среднем образовании. В этом году долгожданное торжество проходило в необычном формате. На вручении соблюдали социальную дистанцию. С каким настроением будущие студенты покидали школу, узнали наши корреспонденты. Праздничные ленты, воздушные шары и обязательная дистанция в полтора метра. Особенность выпускного 2020 – никаких дружеских объятий. Свой необычный выпускной запомнит на всю жизнь, признается Полина Травкина. Девушка планирует стать экономистом и главные испытания – экзамены еще впереди. К ним в этом году готовят дистанционно. Конечно, удобнее и веселее, когда все вживую происходит. Но учителя постарались и онлайн на уроке тоже проходили хорошо. Мы подготовились к ЕГЭ и уверены, что мы сдадим его на 100 баллов. Выпускников Самарской области поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона пожелал молодым людям реализовать все грандиозные планы. Ведь перед ними сейчас открываются большие возможности. Губернатор напомнил, что в России реализуются национальные проекты, инициированные президентом Владимиром Путином. Они направлены на развитие государства, общества, в том числе системы образования. Кроме того, особое внимание детям и семейным ценностям уделяется в поправках к главному закону страны. Никогда не опускайте руки. Пусть ваши желания, ваши мечты непременно сбываются. А мы поможем сделать так, чтобы для этого были все условия. Вы знаете, что в нашей стране реализуются национальные проекты. Это самые главные проекты, направленные на развитие нашего государства, общества, и в том числе системы образования. По высказыванию президента страны Владимира Владимировича Путина, мы должны создать условия для каждого ребенка, для каждого человека. Условия для его самореализации. Аттестаты получили выпускники лицея информационных технологий. Торжество также прошло с соблюдением всех мер безопасности. Я справился со всеми трудностями. Запомнил навсегда, наверное, это учебное заведение. Самое яркое, наверное, это мои друзья, с которыми я проучился 11 лет. Это тот толчок для правильной взрослой жизни, который нужен был мне. Я очень благодарна этому лицею. Это очень трогательно, это очень здорово в такой день всем собраться, что все-таки нам выдают все вместе аттестаты. И я очень буду скучать по самлиту. Свидетельство о среднем образовании выпускникам вручила глава Самара Елена Лапушкина. В зале собрались только отличники, которые претендуют на золотую медаль. Лицей стал для них хорошей научной школой. Они всегда смогут найти себе применение на своей малой родине. У вас прекрасный старт. Воспользуйтесь этим шансом и не упустите его. Расправляйте свои крылья, пусть они будут мощными, сильными. И всегда, чтобы вы вспоминали свое первое учебное заведение с любовью. Ну, и очень хочу вам пожелать оставаться в Самаре. Вы нам такие очень нужны. В 58-й Самарской школе дипломы выпускникам вручил председатель Городской думы Алексей Дегтев. Нет сомнений в полученных, прочных знаниях. И хочется пожелать ребятам реализовать себя уже, конечно, дальше при поступлении для получения профессии. И для этого тоже созданы все условия в этом году. Принято решение президентом уже с этого года на задание высшей школе максимально увеличить количество бюджетных мест. И это правильно. Это даст возможность выбрать для себя правильный вуз. В этом году в Самаре аттестаты получили 10 тысяч выпускников девятых классов и 5 тысяч одиннадцатиклассников. Конечно, сегодня такая необычная обстановка в масках медицинских. Соблюдая дистанцию каждому ученику, мы будем вручать никаких массовых мероприятий. Сбору большого количества выпускников недопустимо. Сдавать ЕГЭ выпускники в этом году начнут 3 июля. Проводить его будут также в условиях ограничительных мер. Участники экзамена должны будут находиться в помещениях в перчатках и масках, а также соблюдать дистанцию. Лариса Шлафаст, Олег Зверев, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Самарские школы готовятся к приему итоговых государственных экзаменов. Первое тестирование пройдет 3 июля. ЕГЭ в этом году сдают только те школьники, кто решил поступать в вузы. Как оснащают пункты, где выпускники будут сдавать экзамены, увидела Мария Левина. ЕГЭ – лишь одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пройти. Дарья Мартынова – учитель физкультуры. Уже в четвертый раз участвует в организации единого государственного экзамена. В ее обязанности входит печать экзаменационных билетов, инструктаж школьников перед тестированием, а также контроль за ходом экзамена. Подготовку этого года, говорит, запомнит на всю жизнь. Мы же никогда так не пробовали. Интересно. Запомните. Конечно. В перчатках и маске. Интересно очень. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой аттестаты выпускникам выдали без итогового тестирования. А ЕГЭ сдают только те, кто планирует поступать в вузы. Получать высшее образование решили 13 тысяч выпускников, и 29 июня им предстоит сдать первое пробное тестирование. А с 3 июля стартует экзаменационная кампания. Наш регион полностью готов, и все предписания Роспотребнадзора, федерального Роспотребнадзора, методические рекомендации мы уже выполнили. В большинстве школ предусмотрели два входа, чтобы не допускать скопления. На пороге каждому выпускнику измерят температуру, после чего школьники пройдут через металлоискатель и займут свое место в аудитории. Во всех кабинетах работает видеонаблюдение, а парты расставлены в шахматном порядке, чтобы сохранить дистанцию в полтора метра. Каждая аудитория будет размещаться не более 10 детей. Вы заметили, наверное, на полу у нас везде меточки. У нас есть несколько процедур во время ЕГЭ, когда, например, проверяются документы. Вот у нас детки стоят на этих метках и не скапливаются. Аудиторию уже оснастили увлажнителями воздуха и санитайзерами. Выпускники при входе получат маски, которые нужно будет менять каждые два часа. Их выдадут в медицинском кабинете. Каждый раз, когда вчерашние школьники будут выходить из аудитории, входить обратно, им будут обрабатывать руки специальным дезинфицирующим средством. Продумали все до мелочей. Я уверен, что экзамен пройдет с точки зрения организации на самом высоком уровне. А ребятам хочу пожелать только самых высоких баллов. Математику в этом году сдают только те, кто собирается поступать в профильные вузы. Обязательный экзамен только один – русский язык. Тестирование разделили на два дня, чтобы разместить всех школьников с учетом социального дистанцирования. Пройти испытания можно будет и в резервные дни – в августе. Мария Левина, Николай Сидоров, События. 1 июля в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Чтобы как можно больше самарцев смогли исполнить свой гражданский долг, во всех офисах МФЦ принимают заявление о выборе места голосования. Сделать это можно и онлайн. Подробности в нашем следующем сюжете. Алексей Рыбаков зарегистрирован в Шанталинском районе, а проживает в Самаре. В преддверии общероссийского голосования за внесение поправок в Конституцию решил позаботиться о том, чтобы выполнить свой гражданский долг, не выезжая при этом за пределы города. Не ездить по месту регистрации. В данный момент это удобнее и быстрее. В связи с устранением коронавирусной инфекции не хотелось бы лишний раз к родственникам ездить. Не надо ехать 200 километров, образно говоря, перейти дорогу и проголосовать. Подать заявление и выбрать место, где удобнее проголосовать, можно в любом офисе МФЦ. Для этого нужно прийти на прием лично, либо обратиться через портал госуслуг. Специалисты направляют заявку в территориальные избирательные комиссии. За неделю услугой уже успели воспользоваться полсотни человек. В этот раз мы даже организовали рабочий день в воскресенье и будет приниматься только по этой услуге. Соответственно, даже 21 числа можно прийти и получить эту услугу. В электронном виде это можно подать через сайт госуслуг. То есть зайти под своим аккаунтом и выбрать избирательный участок, на него нажать, открепиться и прикрепиться туда, куда вы хотите. Чтобы получить услугу в одном из офисов МФЦ, при себе необходимо иметь паспорт. Заявление принимают до 21 июня включительно. Мария Левина, Максим Гусев, События. Строительство приюта для временного содержания бездомных животных должно завершиться в Самаре уже в этом году. В учреждении будут вольеры для собак, отдельный корпус для кошек и операционная. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идут строительные работы. Будущий дом для животных увидела и Елена Малютина. Совсем скоро этот питомник откроет двери для бездомных животных. А пока здесь ведется строительство приемника, где ветеринары будут проводить первичный осмотр и обработку от паразитов. Наполовину готовы вольеры для размещения животных на 10-дневный карантин, а также операционная. Отдельный корпус для кошек. Здесь также есть кабинеты для первичного осмотра, операционная, карантинная зона и место для их содержания. В апреле из-за угрозы распространения коронавируса все строительные работы временно приостановили, а сейчас наверстывают упущенные. Глава Самары Елена Лапушкина проверила ход работ. Ну, вам надо тогда же там стройматериал срочно убирать все вот это, убирать полы. Строительство вольеров для содержания и выгула собак на финишной прямой. Осталось только уложить деревянные полы и сделать пешеходные дорожки для сотрудников. Специально для того, чтобы собака не выскочила из вольера, здесь сделали так называемые отсекатели. По сути, благодаря этому устройству у собаки просто не будет возможности сбежать. Такое решение позволяет экономить место и строительные материалы. Этот механизм сделали по аналогу европейских приютов для животных. Как только здесь появятся первые питомцы, им сделают все необходимые прививки, стерилизуют и чипируют. После чего попробуют найти им новые семьи. Анкеты с фотографиями животных будут размещать на сайте питомника и в социальных сетях. Под лозунгом «Не покупай, возьми», так как мы будем предоставлять полностью проверенные животные. Животное будет проверено как своими специалистами, так и государственным, как мы и говорили. Обработанные от паразитов они у нас получаются. То есть у нас нет ни глистной навозии, нет ни блох, ни в шее. То есть мы привели от бешенства. То есть для человека животное получается полностью безопасно. Живающим взять в семью животное выдадут ветеринарный паспорт, где укажут, какие прививки были сделаны. Здоровое и безопасное для людей животное выпустят на улицу только в том случае, если не получится найти ему дом. Елена Малютина, Василий Колдашов, Константин Головин. События. В Самаре продолжается комплексный ремонт улицы Старозагора. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Рабочие приступили ко второму этапу ремонта. Укладывают асфальт на участки в границах Воронежской и проспекта Кирова. За работой наблюдала наша съемочная группа. Два мощных укладочных комплекса и порядка 50 спецмашин. На Старозагоре продолжается комплексный ремонт. На участке от Воронежской до Ташкентской заменят два километра дорожного полотна. Рабочие уже сделали выравнивающий слой, теперь укладывают верхний толщиной в 6 сантиметров. Перед тем, как начать устройство нового покрытия, в ослабленных местах основания дороги укладывают дополнительный слой, тем самым усиливая его. Бетон сделан из высокопрочного материала, срок службы соответственно больше, потому что нагрузка в трафик увеличивается как бы с каждым годом. Поэтому и гранитные материалы используются, высокопрочные. И за счет этого срок службы асфальтно-бетонного покрытия увеличивается. Комплексный ремонт Старозагоры проходит по национальному проекту безопасной качественной автомобильной дороги. В 2019 году сделали ремонт сверх плана от Советской армии до Воронежской. Сейчас продолжается второй этап до Ташкентской. Помимо обновления асфальтового покрытия, здесь запланировано сделать остановочные карманы, новые парковочные места, отремонтировать инженерные коммуникации и тротуары. Хочется особо отметить комплексный подход к ремонту, когда выполняется ремонт проезжей части, а в обязательном порядке ремонтируются тротуары, то есть заменяется асфальтно-бетонное покрытие. Вместе с тем, замене подвергают средства организации дорожного движения. Будут установлены пешеходные ограждения, дорожные знаки, выполняется устройство пандусов. Пандусы сделают возле пешеходных переходов и в места, где предусмотрена парковка для маломобильных людей. Продолжат снижать нагрузку с проблемных перекрестков за счет расширения проезжей части. Дополнительная полоса для удобного поворота запланирована в районе улицы Димитрово. Горожан такие изменения радуют. Хорошо, что ремонтируют данную улицу, хорошо, что ремонтируют сейчас Победу, насколько я знаю. В скором времени я стану водителем, и для меня это очень большой плюс станет, что дорога, по которой я езжу ежедневно, буду ездить ежедневно, будет в надлежащем состоянии. Улицу ремонтируют по контракту жизненного цикла, впервые внедренному в Самаре по нацпроекту в 2019 году. Суть в том, что один и тот же подрядчик производит ремонт, за свой счет устраняет гарантийные дефекты в течение пяти лет и содержит дорожный объект всесезонно в течение трех лет. Полностью завершить ремонт Старой Загоры запланировано до конца октября. Подрядчик работает с опережением графика и планирует завершить работу уже в сентябре. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. За неделю в Самарской области клещи покусали более 400 человек. Всего с начала эпидемического сезона на территории региона зарегистрировано более 4000 случаев. Как обезопасить себя, отправляясь на отдых, выяснила Елена Малютина. Пик активности клещей приходится на начало лета, а значит отдыхать на природе и дачных участках сейчас небезопасно. Специалисты советуют соблюдать меры предосторожности. Отправляясь на отдых, надевать плотно прилегающую к телу одежду, чтобы клещам было труднее под нее проникнуть. Кроме того, стоит отдать предпочтение одежде светлых тонов, на ней членистоноги видны сразу. Осматривать себя и детей нужно каждые 40 минут, чтобы клещи не успели впиться в тело. И, конечно, стоит воспользоваться репеллентами. Жительница Самары Татьяна Шляхова говорит, укусов клещей боится и всегда соблюдает меры предосторожности, выезжая на природу. Оно незаметное. Когда кусает, он выпускает такую специальную жидкость обезболивающую и даже не почувствует, что когда он кусает. А так как у нас везде, в общем-то, там, где Волга и все населенные пункты, там везде очень много клещей. Обязательно нужно репеллентами одевать одежду, чтобы не проникало, клещ не проникал, не укусил. А когда возвращаешься уже с прогулки, обязательно осматривать себя, стряхивать одежду, проверять волосы обязательно. По мнению специалистов, для укуса членистоногие выбирают места, где кожа наиболее тонкая. У детей это область шеи и головы, а у взрослых подколенные ямки и живот. Если клещ все-таки успел впиться самостоятельно, его лучше не снимать. Следует как можно быстрее обратиться в больницу. Там его не только безопасно извлекут, но и проведут анализ. И установят, не болен ли он энцефалитом или барелиозом. А пострадавшему сделают профилактический укол. Серопрофилактика, то есть введение против клещевого иммуноглобулина, эффективно в первые три дня от момента укуса. Дальше уже профилактика это неэффективно. Поэтому, если у вас есть возможность в течение трех дней обратиться в лечебное учреждение по поводу укуса клеща, это нужно сделать. Если пациент не успел сделать серопрофилактику вовремя, а клещ оказался носителем барелиоза или энцефалита, пострадавшего положат на лечение в больницу. В противном случае возможен летальный исход. Елена Малютина, Максим Гусев, События. Ее дедушка выпустил более 40 кандидатов медицинских наук. А мама и отец в своей жизни посвятили кардиологии. В преддверии Дня медицинского работника съемочная группа телеканала «Самара ГИС» встретилась с Ольгой Германовой, врачом в четвертом поколении. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Ольга Германова работает врачом уже больше 15 лет. За это время она помогла нескольким тысячам пациентов встать на ноги и вернуться к нормальной жизни. Ольга занимается функциональной диагностикой. Выявляет у пациентов кардиологические заболевания на ранней стадии. Всегда то, что я принадлежу к медицинской династии, накладывало на меня дополнительную ответственность. И даже во время учебы в университете, если кто-то другой из студентов мог, например, пропустить занятия или что-то не сделать, то я чувствовала повышенную ответственность, что я не могу это сделать. И, конечно, я старалась учиться и запоминать как можно лучше. Ну и, в общем-то, в работе стараюсь тоже приложить максимум усилий. Ольга – доктор в четвертом поколении. Ее прадед Анатолий Германов создал кафедру госпитальной терапии в Куйбышевском мединституте в 40-х годах. В первом стране начал серьезно бороться с гипертонией. Он вскрыл механизмы развития болезни и разработал методики ее лечения. Дедушка Ольги, Владимир Германов, заведовал кафедрой и клиникой госпитальной терапии. Его студенты защитили 9 докторских и 42 кандидатских диссертации. Родители Ольги тоже медики. Пациенты, с которыми работает Ольга, о достижениях семьи Германовых ничего не знают. Несмотря на это, они с теплом отзываются о ее человеческих и профессиональных качествах. Я оценю ее. Типа, как она меня приняла сюда, и по результату, как общалась со мной. Я доволен. Сейчас Ольга Германова продолжает принимать пациентов и параллельно занимается научной деятельностью. За время работы доктор написала более 60 медицинских статей. В 2019 году получила грант на обучение в Европейском сообществе кардиологов. Как только откроются границы, Ольга Германова отправится перенимать опыт зарубежных коллег. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Самара ГИС помогает сохранять память поколений. Семья старинных на просторах интернета натолкнулась на сюжет нашего телеканала о Самарском знамени, в котором они увидели свою бабушку Лидию Шувалову, встречающую болгарскую делегацию. Лидии Алексеевны уже нет в живых, а фотографий с ней у семьи не осталось. Старины обратились в редакцию нашего телеканала и получили диск с записью кадров с участием своей родственницы. Дочь Натальи Стариной Надежда в социальных сетях натолкнулась на сюжет телеканала Самара ГИС за 2016 год о Самарском знамени. В новостном материале использовали документальные съемки визита болгарских представителей в Куйбышев в 1976 году. В то время бабушка Надежды Лидия Алексеевна Шувалова работала в Управлении культуры и встречала болгарскую делегацию. Этот момент увидела ее внучка Надежда в сюжете. Лидия Алексеевна Шувалова тогда подружилась с болгарами и даже побывала в солнечной стране с ответным визитом. В составе поезда дружбы, о чем при жизни часто рассказывала дочери и внучки. Это была поездка. Она просто не могла долго в себя прийти после этого. То есть их встретили. Нейка ей подарил букет роз. Она говорит, что я сколько была на праздниках, я такого букета никогда не видела. Они сделали в несколько этажей его. Вот такой вот. Не вот такой, а вот в несколько этажей розы. Неподъемный просто. Я, говорит, его держала, боялась уронить. Их привезли на центральную площадь Старозагоры. И там устроили хоро. То есть они все друг за другом вот так вот потихонечку стали браться и по кругу. И кончилось тем, что вся площадь танцевала хоро. Вспоминаний о поездке в Болгарию у Лидии Алексеевны было много. А вот фотографий и видео не сохранилось. Но теперь семейный архив пополнился. Телеканал «Самара ГИС» передал старинным диск с записью документальных кадров с участием Лидии Алексеевны. Мы вот стали просить, чтобы нам дали записи эту. И вот любезно Михаил Перепелкин мне сейчас вручил диск. Большое вам спасибо. Теперь мы будем свою бабушку увидеть всегда. Этой осенью в эфире телеканала «Самара ГИС» Михаил Перепелкин в программе «Город. История. События» Расскажет о визитах в Куйбышев, украинской и болгарской делегаций. В нее войдут и воспоминания Лидии Шуваловой, подкрепленные уникальными историческими фактами. Мария Левина, Михаил Перепелкин, Сергей Баскин. События. Несколько месяцев ждали своих тренировок профессиональные спортсмены Самарской области. Сейчас им можно вновь оттачивать навыки в крытых комплексах. Елена Малютина расскажет, какие меры предосторожности предпринимаются и как проходят тренировки после длительного перерыва. Все спортсмены регулярно сдают тесты на ковид, а на входе в крытый спортивный комплекс дезинфицируют руки и измеряют температуру. Фехтовальщик Кирилл Бородичев до пандемии коронавируса был на пике подготовки к участию в Олимпийских играх. Но вирус внес свои коррективы в планы. Кирилл говорит, ему еще повезло, он живет в частном секторе, поэтому мог тренироваться у себя во дворе. Кроме того, поддерживал спортивную форму вместе с коллегами через трансляции по Zoom и ждал момента, когда уже можно будет пофехтовать с партнером. Приятно работать в зале, чем на улице, на солнце. Также бегали кроссы на набережной, когда можно было. Попросил очень дороги, побегали. Находили какие-то возможные варианты, где можно было потренироваться. Но не отдыхали, так скажем. Пока не было отпуска, потому что находились в таком непонятном состоянии, не знали, что будет дальше и приходилось поддерживать форму. Тренер по фехтованию Элина Орлова говорит, поддерживать форму спортсменов в режиме онлайн непросто. Поэтому очные тренировки, как глоток свежего воздуха. Фехтование – парный вид спорта. Одному выпады не отработать. Сейчас спортсмены готовятся к сбору сборной страны по фехтованию, который запланирован на 1 июля. Это выход для тех, кто не может вообще тренироваться, собственно, сейчас в связи с этой пандемией. Конечно, онлайн – это выход, но их, конечно, эти тренировки никак по эффективности нельзя сравнить с вот такими очными тренировками. Тем более нашего вида спорта, он у нас контактный. Это единоборство. Тут без противника очень трудно работать. Заниматься спортом в залах могут только игроки сборных команд Самарской области и Российской Федерации, которые проходят подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства, а также профессиональных клубов. В связи с решением РФС начинаются игры регулярного чемпионата по футболу. 19-го состоится первая игра Крылья Советов. И если обратили внимание, разрешены в том числе профессиональные соревнования. Сразу хочу обратить внимание. Никакие общественные массовые спортивные соревнования с культурными мероприятиями не разрешены. То есть мы говорим здесь конкретно про Крылья Советов. Ждем болельщиков на первой игре с ограничением и с соблюдением требований спроса потребного отзора. Поддерживать себя в форуме могут не только спортсмены, но и простые жители Самары. И им разрешено тренироваться только на свежем воздухе. Елена Малютина. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok